Пенсионерка из Ижевска, Мелания, вынуждена платить за ЖКХ в два раза больше обычного. Она пришла в офис энергосбыта, чтобы оплатить коммуналку. В январе сумма её платёжки выросла в два раза – с 2,5 тысяч рублей до 5,5 тысяч. Мы пока сможем в моём, мы уже в возрасте, мы можем заплатить сразу сумму. А ей же пенсия нам не поменьше денег. В 2022 году правительство России поднимало цены на услуги ЖКХ дважды, обещая при этом не индексировать и в 2023-м. Но сразу после январских праздников россияне увидели внеплановую индексацию. Граждане начали писать о проблеме российским СМИ. Когда забрала квитанции из почтового ящика, то особо не обратила внимания на цифры. Поразилась им при подсчёте. Хотела понять, сколько денег с пенсии надо отложить на коммунальные платежи. Сумма получилась куда больше, чем за ноябрь. Изменения были видны во всех бумагах. Но меня поразили какие-то неадекватные начисления за отопление. В прошлом месяце мне за него нужно было заплатить 2874 рубля, а в этом 3717. Ирина, пенсионерка из Черябинском интервью, МКРУ. По состоянию на январь 2023 года долги россиян за ЖКХ составили почти 1 триллион рублей. А с марта граждан РФ ждёт ещё одно подорожание. Вступило в силу постановление правительства, в соответствии с которым долги неплательщиков будут распределяться между всеми жильцами. Кроме того, в октябре 2022 года вступил в силу закон, который освобождает мобилизованных и добровольцев, а также их семьи, от пения за просрочку платежей по ЖКХ. Граждане России, заключившие контракт о прохождении военной службы в связи с призывом по мобилизации и члены их семей до прекращения действия указанного контракта, освобождаются от начисления пений в случае несвоевременного или неполного внесения ими платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также взноса на капремонт. Из закона о внесении изменений в статьи 166 и 169 ЖК РФ от 7 октября 2022 года. Эксперты подсчитали, что таким образом от уплаты штрафов освобождаются около миллиона семей. Но если минимальное денежное довольствие рядового российской армии составляет 195 тысяч рублей, то у гражданских зарплаты на порядок ниже. А именно они будут платить и за себя, и за соседа. Даже те, кто лишен элементарных удобств у себя в квартирах. Ну вот я открываю люк в подпол. О, комары полетели, смотрите. Канализация. Вот смотрите глубина какая стоит. Видно граница. Вы представляете, побыть вечером или ночь поспать при таком запахе? Неплатежи за коммуналку демонстрируют, что людям просто нечем их платить. Это при том, что половина россиян – бюджетники, пенсионеры и люди, получающие соцспособия. А значит, они не могут сами увеличить свои доходы. Такая государственная политика, по мнению самих же российских экономистов, может привести к тому, что впоследствии придется принимать экстраординарные меры, чреватые выходом инфляции из-под контроля.